Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях преподаватель школы оратора, тренер школы оратора Юлия Викол. Привет! Привет! Здравствуйте! Чего ты здороваешься? Я первый здороваюсь. Юля, расскажи, пожалуйста, о школе оратора, что это такое за проект, чем вы занимаетесь, чем это полезно нам, жителям города и всем, кто заинтересован в том, чтобы разговаривать красиво. В первую очередь я хочу вас поблагодарить за приглашение. Давно мечтала попасть к вам в студию. Ты единственный человек, который мечтал об этом, правда. Это статистика. И я это признаю. Мечты сбываются. Остальные люди просто проплачивают. Да, да, да. Ну мне досталось все бесплатно. Ты так думаешь, понятно. Мне можно рассказать, да, школе оратора? Отлично. В первую очередь школа оратора это уникальный проект для всех жителей города Николаева, начиная с 17 лет, кто желает развиваться и улучшать свою жизнь с помощью общения. А почему 16-летним нельзя? 16-летним, ну дело в том, что специфика возраста... Ты еще малый красиво говори, да? Да, ну в основном у нас очень взрослая аудитория, то есть это от 30 и выше, поэтому если придет молодой человек 16 лет, ему будет несколько некомфортно. А вообще какие цели ставят перед собой люди, которые приходят к вам в школу? Вот на данном этапе у нас сейчас 11 человек. И из этих 11 человек 8 людей занимают руководящие должности. И их задача стать более уверенными, они ставят перед собой цели выступать уверенно не только перед своими подчиненными, но и в другой обстановке, потому что они развиваются, самосовершенствуются, бывают в разных местах и хотят не теряться, чувствовать себя классно и уверенно, и кайфовать. Понял, Артем, куда тебя надо? Мне бы сначала на руководящую должность, а уже потом в школу оратора. Я имею в виду, что тебе пора в разные места. А, в разные места ты меня отправляешь, я понял. Расскажи вообще о каких-то методах работы, как проходят занятия. Ну, в общем, все, что вы делаете за деньги, мы сейчас хотим бесплатно получить. Отлично. Наш курс состоит из 10 уроков. Уроки проходят в интерактивной форме, то есть это теория, пропущенная через практику. Потому что ни для кого не секрет, что мы живем в эру информации и прочитать, как выступать, все знают. Но пропустить через практику, вот это самое главное. То есть вы даете некую площадку для реализации того, что, в принципе, человек может найти сам какую-то информацию, но вот реализация у вас на первом месте. Да, мы записываем все выступления на видео, то есть обратная связь с участником приходит. А у нас совпало, мы тоже так делаем. То есть если человек плохо выступает, говорит, хочешь забрать видео, какая-то сумма, и мы тебе его отдаем. Иначе мы его, как бы, делаем ротацию в Ютубе, и все знают, что ты плохой руководитель. Вы применяете такие методы, но за невыполнение домашних заданий, потому что еще на каждом уроке они получают домашние задания. О, а расскажите, что можно делать дома? Ну, например, знакомиться с людьми, быть инициатором общения, ну, то есть куда бы вы ни зашли, вы всегда проявляете первым инициативу. Добрый день, привет, здравствуйте, шутите, да. Теперь следующий вопрос. Каким образом тренеры школы ораторов проверяют это домашнее задание? Они следят за своими учениками. Мы просим видео. Ты зашел в кафе и не поздоровался первым, и ты не вовлек человек в беседу. 60 ударов плесью, 50 оттенков оратора программа. Моя задача заключается в том, что я наставляю, да, а 80% успеха и результата зависит от самих участников, и только в их интересах выполнять наши домашние задания. Если они не выполняют и нас обманывают, то, в первую очередь, они делают хуже себе. Я слышал, что, ну, то есть вы являетесь монополистами, вам, в принципе, принадлежат все развлекательные заведения, кафе в городе, ну, то есть, что, как бы, все люди, которые там работают, проверяют сразу, собственно, всех учеников ваших. Это правда или нет? Нет, это неправда. Видишь, я тебе неправду иногда рассказываю. Ну, да. Миша задаст следующий вопрос. Вот. Скоро уже, собственно, пришла весна, и, соответственно, многие парни хотят познакомиться с девушкой. Поможет ли, собственно, ваши уроки таким парням, как мы, набраться уверенности и для того, чтобы познакомиться с девушкой? Вам нужна уверенность? Ну, допустим. Нет, я думаю, вам нужна... Я не уверен, как бы, в том числе понизить. Во-первых, вам нужно спуститься с небес на землю, какая девушка захочет с вами знакомиться в этой одежде, по крайней мере. Нет, вот правда, зависит ли уверенность человека в своей речи, вернее, зависит ли успешность человека от его уверенности в себе в плане коммуникации? Сто процентно. Есть такая формула успеха, которая гласит, успех это 80% коммуникации и 20% профессионализм. Ты можешь быть суперпрофессионалом, но если ты не умеешь выстраивать взаимоотношения с людьми, правильно себя презентовать, ну, тире, продавать, продавать. Я успешен на 4%. А можно прямо сейчас задание для Артема какое-нибудь? Батюшки мои. Задание для Артема, я думаю, для него это все будет очень легко. Поэтому давай лучше задание для Юли. Нет, давай сначала для тебя. Мы так не договаривались, подождите. Ну, так, хорошо, да, что, что? Какое задание? Совместное задание. Вот одно из тестовых, которые изначально проходят ученики в вашей школе. Хорошо, давай будет такое задание. Поскольку весна, пора любви, распускаются не только почки, а и коты, руки. Я хочу, чтобы ты представил себя сотрудницей ЗАГСа и рассказал стихотворение «Наша Таня громко плачет». Как сотрудница ЗАГСа? Это я умею, кстати. С одним крылом не полетишь. Есть, так, где, где? Можно вот меня вот сюда снимать? Наша, я сейчас напомню, стихотворение. Ну, любое другое, какое ты знаешь. Нет, я одно знаю, и то очень плохо. «Наша Таня громко плачет». Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачет. Вы слышите этот плач. Уважаемые молодожены, это наша Таня громко плачет. Скрепя сердцем, уронила в речку мячик. Что говорят родители в эту минуту? Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч, ведь у него два крыла. Эти два крыла вы, уважаемые молодожены. Счастливого вам семейного полета. Ты тронул меня с ременом, у меня слезы на глазах. Вот, не, я уверен, если мама посмотрит, то, ну, будет тронуто, кстати, я уверен. Супер, отличная справа. Что ж ты делаешь со мной? Это было, кстати, неплохо. Ну, вот, я почувствовал прям прилив уверенности какой-то. Вот, когда ты меняешь какой-то образ, ты сразу становишься, вот, становишься другим человеком, и энергия этого человека подпитывает и тебя сразу. Тебя сейчас подпитывала слезы плачущей женщины, я понял. Сложно представить себе полководцем, вдохновлять свое войско, уже сразу, да, осанка расправляется, да. Уважаемые молодожены! Вот, нет, 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 текст можно менять как раз. Текст можно менять, да. Хорошо, у нас тоже есть к тебе задание тогда. Как бы ты не пыталась на меня это все спроектировать, нет, вот попроще. Есть фраза, все в ту же стезю, 8 марта, совсем скоро весна пришла. Допустим, фраза «Поздравляю вас, любимая женщина!» Ну, допустим, да. Но сейчас мы будем придумывать прямо сейчас неких персонажей, от которых ты будешь говорить эту фразу. Вот, если у меня было легче задание, то есть я мог растянуть, да, образ передать через несколько слов, то у тебя вот максимально в одной фразе. «Поздравляю вас, любимая женщина!» Да, «Поздравляю вас, любимая женщина!» Ну, давай, кто, например? «Человек без определенного места жительства бомж!» Да, например. Просто я очень часто эту фразу... Что вы там наделаете? Я просто чаще всего эту фразу слышал вот именно от таких людей. «Поздравляю с любимой женщиной! Дай рубль!» Подожди, зачем ты, ну, да, не подсказывай, не подсказывай. Да, вот первая камера для тебя, пожалуйста. То есть представить себе... Допустим, ты... Кирилл Андреевич, сейчас, я сейчас, чтобы ввести в курс, допустим, школа оратора прогорела. А Сем, дай свой пиджак. Вот, вот, представим. Ну, не дай бог, конечно. Ну, вот, ну, вот... У меня нет жилья, все... Ты живешь на улице, в коробке, немножечко измазанное лицо. Твоя судьба, вся, вот то, все, что ты представляла, не сбылось. В такие моменты вообще не хочется. Я не могу говорить на самом деле. Но... А куда смотреть? Да, вот. То есть это покажут по телевизору, да? Да. Поздравляю вас, любимые женщины. Просто мы хотели следующим образом предложить тебе очень грустную женщину, но у тебя как-то совпало оно прям. Ну, давайте что-то радостное. Радостное. Ну, на улице не знал. Хорошо. И так люди грустные кучи. Петр Алексеевич... Вениаминов. Это кто? Это неважно. Я тебе не знакома. Давай так, человек, который узнал минуту назад, что он выиграл в лотерее. Миллион гривен. Хотел сказать долларов, но мы же тут патриоты все, поэтому гривен. Ну, естественно, это в 20 раз меньше слова. Но, тем не менее, миллион гривен... Сдержанная радость. Да, сдержанная радость. Сдержанная? Нет, ну, не знаю, как бы. Мы не подсказываем, да. Ну, для Миши так. Хорошо. Поздравляю вас, любимые женщины! Неплохо. Вот сейчас уже, ну, прям не было грустной женщины. Вот сейчас прям хорошо. Зюля, спасибо. Огромное спасибо тебе, что пришла к нам, что выполнила практически все наши задания. Даже порадовали меня заданиями, за что огромное спасибо моему коллеге. Успехов вам в Школе Оратора. Ждем приглашения. Прийти, вам тоже может что-то рассказать или послушать что-то интересное. Спасибо большое. До новых встреч. И с наступающим праздником. Спасибо. Тут тебя тоже.